Привет, зрители! Сегодня с нами Kia Cerato в рубрике разгон до сотни, а это значит модельный ряд Kia открыт для вас, для меня, вместе мы с вами смогли, поэтому лайк, коммент и будем продолжать, продолжать свои настоящие реальные тесты на дорогах общего пользования, чтобы понять, что может тот или иной автомобиль. Ну а здесь мы разгоняем до сотни, ну и отмечу, конечно же, что с братом Kia Cerato мы уже были знакомы, скорее с сестрой, да, Hyundai Elantra с мотором 1.6, как и здесь, это, скажем так, средняя из всех комплектаций, максимальная для версии с мотором 1.6. Проверим динамику, посмотрим, каковы отличия, хотя по паспорту их быть не должно, но, как говорится, погода бывает разная и сегодня вы увидите то, что не всегда можно ожидать однозначных показателей. Попробуем, все включено, с одной педали в пол. Очень-очень стабильно, никуда машину не тянет, в отличие от того же Lexus мощного, здесь 130 сил почти, этого как раз хватает для уверенного, ну, весьма спорного разгона. Не быстро, но достаточно, как уже было в случае с Elantra, и эта версия мотора подойдет тем, кто хочет поэкономить. Давайте посмотрим на Ryslogic. В отличие от Elantra, Serato показал лучшую динамику. Почти полсекунды отыграл, как-то тут спросят, возможно дело в бензине, возможно дело в чем-то еще, но я знаю ответ на этот вопрос. Сейчас сгущается осень, все ближе к зиме и температура снаружи мала, поэтому достаточно опустить внешнюю температуру градусов на 20, на 25 и все мощнее и мощнее становится мотор. Все больше и больше, большим КПД он обладает, поэтому не зря стоят интеркулеры, охладители воздуха на турбомоторе, там это особенно актуально. Но даже атмосфера начинает ехать быстрее, поэтому хотите быстрее, ездите ночью. Вот там замеры свои проводите, будет максимально близко к тому показателю, который вы хотите получить. Даже быстрее, чем у завода может быть, потому что показатели могли снимать, например, летом, да, а вы едете зимой, и если не будет снега, машина будет ехать быстрее паспорта. Вот такие дела. Впрочем, мы, видимо, у ягуаров, например, там все время, да, отстают ягуары от паспорных значений, кто у нас там еще отличается в худшую сторону. Кстати, кроме яхты, сейчас ничего не могу вспомнить, но, как правило, машина едет плюс-минус полсекунды, да, а здесь вот прям провалы бывают. И в случае, например, с Кео, мы видим, что замеры явно проводились летом, как только холодает, машина тут же начинает ехать лучше. Ну, а по ощущениям, смотрите, рассказ, выведу я автомобиль на трассу, там познакомимся, ну, а следом, если вам интересна версия 2.0, я рассмотрю ее, думаю, скорее в городском режиме, потому что в целом машины очень схожи с показаниями для своей сестры, и, соответственно, ожидать какого-то прям невероятного отличия не приходится. Главное. Кстати, сразу отмечу главное. Тише. Вот. Тише, действительно, вы были правы, вновь хочу вас похвалить. Сирата Тише, вот этого истерия мотора, он звучит, да, чувствует он, да, звук, но он в меньшей степени. Может быть, экран как-то там, да, может быть, панель передняя переделана, но моторный щит явно получилось звукоизолировать лучше. Вот так вот. В остальном все схоже, выбираете по дизайну, как говорится, динамик вам предстайл. Ну, и, конечно же, пишите, брать 2.0 или все-таки не брать, я работаю для вас, стараюсь максимально раскрыть тот или иной автомобиль. Это народная комплектация, но 2.0, кто вот хочет чуть больше получить, сразу получит примерно такой же расход, но динамика, динамика существенно станет выше. Кстати, разгон Elantra я для вас зажал, потерял, и, честно говоря, не могу найти, куда делся, файл с разгоном по спидометру. В общем, напишите, выложить ли просто бытовой разгон Elantra. Присложек остался замер? Ну, нет, визуально тут, да, приборы. Как убедить вас в том, что машина реально поехала, да, там, не с бухты барахта? Напишите, короче. До новых встреч, пока! Стараюсь для вас работаю и рассказываю про автомобили.